Приветствую всех любителей нард, с вами Иван Дави и сегодня я решил разобрать несколько партий в матче НГ-7 Длинные нарды с клубом удвоения двух моих самых уважаемых нардистов Роберта Саргана и Юрия Копова. Матч состоялся в рамках турнира Урал-Копен 20-24. Итак, ребята, немного предыстории данного противостояния. На момент матча оба спортсмена являются весьма титуловыми игроками, с богатым багажом побед в различных турнирах и уровень игры и опыт за плечами игроков весьма высок. Поэтому матч получился весьма драматичный и очень интересный. На мой взгляд, это лучший матч, который я видел за этот год, поэтому и возникло желание его разобрать. Для себя я назвал его трейлер в Челябе, а ночной разбор этого матча с третьей партией при счете 3-0 в пользу Роберта Саргана и Юрия Копова, исходя из своего опыта, прекрасно понимает, что настало время что-то менять в игре. Поясню, данный счет является неким экватором в игре, и если что-то не предпринять, то отрыв соперника будет критичным и рассчитывать на победу в этом матче будет очень тяжело. В общем, настало время что-то делать и прямо сейчас. И еще один момент, который бы я хотел уточнить перед тем как начать разбор матча, это стиль игры игроков. Если проводить аналогию из бокса, то можно сравнить стиль игры Роберта Саргана с хорошей классической школой бокса. Хорошая защита, поставленный удар, выверенная тактика. И в противовес, развязанный, постоянно расшатывающий оппонента, агрессивный стиль Юрия Копова. Когда руки опущены вниз, защита рассчитана на быстрый маневр и удары летят с неожиданных углов. В общем, некий аналог Джо Фрейзера и Мухаммеда Али. Итак, начнем смотреть матч с концовки второй партии, где Роберт Сарган к ушам 5-5 забирает третье очко в матче. Юрий Акопов начинает понимать, что нужно что-то менять в игре. Нужно менять прямо сейчас, ведь счет 3-0 совсем не в его пользу. Начальное вбрасывание. 4-3 и ход Юрия Грантовича. Небольшое, но преимущество. 5-2 от Роберта Саргана и понеслась. Я не буду разбирать каждый ход в дебюте. Единственное, уточню, что игроки стремятся защитить свое первое поле, дабы иметь возможность спокойно снимать головы и залезть на первое поле оппонента, чтобы устроить ему проблемы. По статистике за партию игроки бросают около 10 кушей. На шоссе вдвоем игроки стараются развить свои фишки так, чтобы сделать дорогу для своих кушей и перекрыть такие дороги оппоненту. Поэтому большинство матчей в нарды сводится за борьбу за пункты на доске, которые эти дороги обеспечивают. Конечно много других моментов, но в игре вы наглядно убедитесь в силе кушей, способных как дать победу в партии, так и вогнать игрока в массы. Тем временем у нас как раз закончились телефонные переговоры. Юрий Грантович кинул 3-3. Показывает Роберт, что он сходил 2 и теперь перед ним выбор. А куда же еще сыграть 2 тройки? 5-4. Наконец-то Роберту удается спустить фишку в первое поле оппонента и ответные 6-6 от Юрий Грантовича. И предыдущий ход его был верный, так как он подстраховал кушей 6-6. 4-2 от Роберта и он решает забрать более крупную цифру с головы оппонента. В дальнейшем идет простая игра, когда оппоненты просто расплитовывают фишки, стараясь раскидать их по полю. Конечно, игроки ставят фишки не просто так. Игроки формируют праймы, проходят куши, стараются перекрыть возможные куши оппонента и ищут возможности для атаки. Тем временем Юрий Грантович ловит 2-2, что заставляет его скучковаться в углу второго поля. Поставленная ранее Робертом четверка оправдала возложенные на ее ожидания. А Роберту приходит 6-6. Давайте после хода Роберта более подробно рассмотрим эту позицию. 6-6 хороший камень, скоростной. И в принципе Роберт сыграл правильно, но меня покоробило то, что Роберт даже не рассмотрел возможность для атаки и взятия третьего пункта у оппонента. Тем временем Юрий Грантович ловит 4-й куш. И перед ним возникает непростая дилемма. Из-за невозможности снять с головы, есть только два простых хода. А вот остальные ходы либо заставляют скрывать пункт в доме, либо смотрятся очень криво. В любом случае это не решает тех задач, которые Юрий поставил перед собой на игру. Но Юрий Грантович в очередной раз доказывает свой высокий класс мастерства и находит такой ход, который мной взросшим на Логасае даже не рассматривался. Давайте его рассмотрим подробнее. Безусловно, ход очень дерзкий. Вся защитная концепция в первом поле сломана. У соперной появилась возможность прямой шестеркой занять первый пункт. Много дыр в обороне. Фишки стоят куца. Но! Вот в этом но и кроется вся красота этого хода. Заняв пятый пункт оппонента, он не только лишил Роберта пятерки с головы, но и получил возможность через шестерку в наборе играть в свой дом. И самое главное, этот ход полностью отвечает тем задачам и тому плану, которые Юрий поставил перед собой в начале. Ну а тем временем Роберт кидает 2-2 и в полной мере наказывает Юрия Грантовича за предыдущий ход. Ответные 6-2. Юрий Грантович опять рвет все шаблоны, спуская шестерку вниз. Давайте рассмотрим и этот ход. Дело в том, что по логике шестерка должна быть сыграна во второе поле. Это самый очевидный ход. Если предыдущий ход 4-4 отчасти был вынужденным, то теперь становится понятно, что Юрий Грантович, презрев все каноны правильной игры, переключился на атакующую игру в надежде на хороший камень и импровизацию. Тем самым, перескочив защитные фишки в первом поле, Юрий Грантович усилил давление на второе поле оппонента и Роберт в своей игре теперь вынужден это учитывать. К тому же кажущая беззащитность первого поля таковой на самом деле не является, ведь если присмотреться, то любые куши не несут угрозу для Юрия. 6-6, 5-5 и даже 1-1 играются и сильно не ухудшают его положение. Даже 4-4 можно сыграть. Но давайте вернемся к игре. Роберт кидает 6-2. И здесь я вынужден опять более подробно рассматривать первоначальную позицию. Дело тут в том, что Роберт как приверженник правильной игры сыграл в данном моменте от обороны, совершенно не рассмотрев возможный ход со взятием тройки в первом поле оппонента. И причиной этому как раз та самая нависающая фишка, которую Юрий Грантович поставил предыдущим ходом. Но, на мой взгляд, Роберт, увлекшись игрой фишками, упустил самое главное. Заняв третий пункт, ведя в счете 3-0, Роберт мог себе позволить агрессивную, хоть и неправильную игру. При этом, заняв 4 пункта в первом поле, заставил бы Юрия вынужденно, под угрозой Марса, переключиться от атаки к обороне и перехватить инициативу в матче. К тому же, максимум, что терял Роберт при самом неудачном раскладе, это два очка. Ведь показывать куб в данной ситуации, это получить только одну очку. Но давайте смотреть дальше. 3-5 от Юрия, он страхует дом и развивает свою атаку. 6-4 от Роберта. Рассмотрев вариант с самоубийственной четверкой, Роберт решает переключиться на атакующие действия, и ходит 6-4 в свой дом, что, на мой взгляд, несколько запоздало. 5-1 от Юрия. По-прежнему видим стремление Юрия к атаке, так как он расклетовывается в единицу не в первом поле, а во втором. 2-1 от Роберта. И тут, что называется, противник по пуле. Страхуя единицей пятерку дом, Роберт двойкой выключает фишку из игры. Теперь она ничего не держит. 5-2 от Юрия Грантича. Он усиливает давление на первое поле, занимая еще один пункт. И опять 6-2 у Роберта. Хорошей двойки нет. И Роберт отдает еще один пункт с головы. Ну и вот совершенно убийственные 3-4 от Юрия. Рассмотрев два варианта Прайма, Юрий, понимая, что нет сцепки между фишками, оставляет, на мой взгляд, наилучших из вариантов. Роберт ловит Кузь 4-4. Все ходы вынуждены. И отдает еще один пункт с головы. Упад Юрия. Туше. Дабл. Пасс. И счет становится 3-1. Браво, Юрий. Снимаю шляпу. Дело даже не в том, что Юрий Грантович выиграл 1 очко. А в том, что он убедился в верности своей стратегии. Увидел, что камень ему в этом помогает. И полностью реализовал свой план на партию. Тем самым, наметив перелом в матче, и полностью переиграл Роберта в чистую. Снимаю шляпу. Это дерзко, элегантно и изячно. И единственный вопрос, который у меня возникает Юрию Грантовичу. А че так можно было, что ли? Сам матч я взял на канале моих друзей Седьмой Куш. Ссылка на него будет в описании. Приятного вам всех просмотра. И до новых встреч.